Слышно, презентация видна, пожалуйста, отреагируйте. Рада всех приветствовать. Всех поздравляю с началом учебного года, потому что последняя наша встреча была только в июне, если я не ошибаюсь. И сегодня замечательное у нас событие, праздник, день воспитателя. Поэтому, коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, удачи, благодарных учеников, воспитанных учеников. Ну и скоро у нас тоже будут прекрасные события, которые связаны с моим учителем. И наша тема – это продолжение того разговора, который мы с вами начали еще в июне. Это такой, скажем, уже продолжающийся разговор на актуальную тему, потому что сейчас мы очень много говорим о наставничестве. Кто-то уже из вас является наставником, кто-то является наставляемым, кто-то впервые пришел в образовательное учреждение, только начинает свой путь на педагогическом поприще. Но так или иначе, этот вопрос актуальный. Поэтому вот тема, которую я заявила сегодня – это реализация модели наставничества в современном образовании, актуальное направление, перспективы развития. Продолжаем разговор на эту тему. И эпиграфом к сегодняшнему такому очень интересному виртуальному мультилогу я выбрала слова Макаренко. И процитирую их. «Со мной работали десятки молодых педагогов. Я убедился, что как бы человек успешно не кончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а если не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом. Я сам учился более старых педагогов». Так говорил великий отечественный педагог Макаренко. Действительно это так. Мы с вами, каждый, наверное, проходили эту школу. Неважно, какая это сфера. Будь то я закончила колледж, или я закончила университет, я прихожу работать в область фармацевтики, или я прихожу работать в область медицины, или я прихожу просто на завод работать токарем, или я прихожу в педагогический коллектив. Конечно же, я попадаю в новую среду. И нужно научиться коммуницировать с теми, кто со мной рядом, с коллективом. Нужно уметь строить вот эти отношения коллективные. И в таком случае здорово, когда есть тот, кто будет твоим наставником, кто будет тебя наставлять. Но ключевая все-таки идея наставничества в педагогической области, такая важная идея, это сохранение педагогических кадров. То есть молодой педагог, приходя в образовательное учреждение, начиная свой непростой, достаточно сложный путь на педагогическом поприще, он сталкивается с определенными трудностями. И столкнувшись с ними, он может уйти из профессии, если не увидит эту поддержку, если не увидит, что коллектив его принял, если у него не получится выстроить этот диалог с родителями, с детьми. Поэтому для того, чтобы молодые наши начинающие педагоги оставались в профессии, для того, чтобы они становились компетентными, вот с этой целью уже на государственном уровне, уважаемые коллеги, разрабатываются механизмы и вводятся нормативные документы, которые регламентируют такую новую квалификационную категорию, как учитель-наставник. Я вас обращаю к приказу, к проекту, есть вот такой у нас проект профессионального стандарта от 31 июля 2023 года, он есть в официальном доступе, с ним я настоятельно рекомендую вам познакомиться, потому что профессиональный стандарт-наставник – это новый документ. Есть у нас приказ Минпросвещения Российской Федерации, вы здесь видите на слайде, от 24 марта 2023 года, о порядке утверждения, именно проведения аттестации, то есть это все те нововведения, которые становятся реальностью. Идет большое обсуждение и на уровне муниципалитетов, и на уровне региональном, и на федеральном уровне этого проекта профессионального стандарта-наставник, и профсоюзы подключаются к этому обсуждению, и, наверное, я думаю, что у вас прошел августовский форум, и там эта тема звучала, то есть равнодушных нет. Все это, раз это проект, есть возможность обсуждать и предлагать, да, какие-то, носить какую-то конкретику. И нам обещают уже, да, что по окончании этого года, 2023 года, выйдет уже окончательное положение, окончательный приказ, которым будем следовать. И у нас появится уже новая квалификационная категория «Учитель наставник», то есть она будет закреплена уже на законодательном уровне. Национальная система профессионального роста педагогических работников, да, вот здесь я такую аббревиатуру включила, и мы видим, что наряду с первой и высшей квалификационными категориями профессиональная карьера учителя, педагога будет расширена новыми квалификационными категориями «Учитель-методист» и «Учитель-наставник». То есть мы как раз-таки сейчас на пороге вот этих событий. Кто же такой наставник? Вот задавая этот вопрос, так скажем, педагогической аудитории, мы можем услышать абсолютно разные ответы, разные трактовки, и вы тоже можете в чате писать, да, кто такой наставник. Наставник, наверное, вы скажете, это учитель, наставник – это гуру, это человек опытный, это человек, владеющий определенными компетенциями, наверное, есть у него какие-то такие хорошие, ценностные, человеческие смыслы, духовные смыслы. По-разному можно ответить на этот вопрос, и можете в чате тоже писать, да, можно обратиться к толковым словарям, посмотреть, кто такой наставник. Но однозначно в каждой сфере, когда ты молодой педагог, когда ты только начинаешь свой путь, должен быть наставник. И вот давайте посмотрим, какую трактовку нам предлагают. Наставник – это человек, который сопровождает другого на пути развития и помогает двигаться по нему быстрее, делится знаниями и опытом, развивает навыки и подсказывает, как решать сложные задачи. То есть, посмотрите, ключевое, вот в этом определении, в этом посыле, наставник – это человек, который сопровождает другого, который рядом, который готов подставить плечо, который может подсказать, который может научить, который имеет достаточный опыт в этом вопросе каком-то, да, конкретно вопросе. И самое главное, он помогает двигаться по нему быстрее. Почему это важно? Потому что в современном мире, а он очень мобильный, он развивающийся, посмотрите, какие цифровые технологии, да, каждый день что-то и что-то новое. Если раньше, например, нам было достаточно пройти повышение курса, повышение квалификации раз в три года, то сейчас мы говорим о непрерывном повышении профессионального мастерства. То есть если я буду проходить курсы только раз в три года, я опоздаю, я многое не увижу, не услышу, поэтому, конечно, учитывая современные возможности, технические возможности, мы с вами двигаемся быстрее, должны двигаться быстрее. И вот наставником, конечно, в семье может быть и мама, да, и бабушка, понятно, но однозначно наставник, он помогает избежать тех неловких ситуаций, тех ошибок, которые он прошел на своем пути. Вот это ключевое. Посмотрите, наставничество, наставник, да, то есть какое здесь мы видим взаимодействие. Молодой педагог, который только-только пришел в образовательное учреждение, который, да, может быть, он и закончил у нас с отличием университета или колледж, но, тем не менее, какие-то компетенции у него еще недостаточно сформированы, и мы опытные, да, педагоги, которые, может быть, наставниками, ведем его по этому пути. Поэтому здесь, посмотрите, могут привлекаться кто? И педагоги-стажисты, имеющие огромный опыт, и педагоги-ветераны. Педагог-ветеран. У нас очень много, например, в нашей Тюменской области тех, кто может и хочет передавать свой опыт. Это так интересно. Знаете, у некоторых стаж работы уже 49 лет, но они такие современные, они готовы к коммуникации, и они готовы передавать свой опыт. А мы с вами, на самом деле, да, вот эта задача, государственная задача, она действительно очень важная, потому что действительно в каждом уголке, наверное, Российской Федерации у нас есть нехватка педагогов, особенно в сельской местности. Поэтому очень важно заинтересовать молодого педагога, поддержать молодого педагога, научить его, подсказать, для того, чтобы он остался в профессии и шел по этому нашему педагогическому пути уверенно. Здесь очень много интересных моментов на самом деле. Каждый ли может быть педагогом-наставником? Хочет ли он им быть? Может ли наставляемый выбрать себе этого педагога-наставника? Да, конечно, может. Вот когда, наверное, пара наставника-наставляемый выстраивается по взаимной симпатии, по каким-то взаимным интересам, когда все это замотивировано, и наставник и наставляемый заинтересованы в результате. Когда, говорят, наставничество – это дорога с двусторонним движением, то есть это некий диалог, тогда, конечно, будут результаты, будут конкурсы, будут победы, будет динамика, будет профессиональный рост. Ну вот давайте посмотрим еще немножечко на те положения, которые нормативную составляющую наставничества. Наставничество в системе образования – это разновидность профессионального обучения, сопровождения, поддержки педагогических работников до 35 лет. То есть мы их называем наставляемые, имеющих трудовой стаж, педагогической деятельности в образовательных организациях, то есть вообще не имеющие, или, например, до 3 лет, или специалистов, назначенных на должность, по которым они еще не имеют опыта работы. То есть это может быть молодой педагог, я бы сказала, педагог, ну, так скажем, первого года работы, который первый год только работает, начинает работать. Педагог, имеющий длительный перерыв в работе, по каким-то причинам, он, допустим, закончил образовательное учреждение, но не работал. И вот через некоторое время пришел в нашу, так скажем, область деятельности. Ему, конечно, нужна помощь, нужно сопровождение. И, конечно же, педагог, нуждающийся в наставничестве, например, у него какие-то профессиональные компетенции и не выработаны, и нужно ему помочь уже целенаправленно, допустим, преодолеть какие-то дефициты. Поэтому вот наставничество в системе образования, оно может быть по-разному, да, выстроено. Но категория наставников, она, в общем-то, ясна. Еще очень важный момент. Должно быть разработано положение о системе наставничества. Например, у нас в Тюменской области оно разработано и размещено на сайте Тагира. Можно зайти посмотреть, да, то есть как мы это видим. Потому что система наставничества на самом деле, она может быть такой, скажем, уникальной в чем-то, да, то есть мы должны учитывать особенности и возможности региона, то есть как мы можем это встраивать, межведомственное взаимодействие. Например, как мы можем наставнические пары выстраивать, да, привлекая, допустим, и образование, и спорт, и культуру, и дополнительное образование. То есть все вместе работать в едином таком режиме, единым механизмом на общее дело. Это можно вообще рассматривать, да, узко. Наставничество в муниципалитете, в образовательном учреждении, а можно дальше пойти. Наставничество вообще в регионе. Так вот у нас есть такое положение на наставничестве, где введен такой глоссарий, да, понятийный аппарат, куда входят такие понятия, как наставляемый. Кто такой наставляемый? Участник системы наставничества, который через взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, развивает необходимые навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов, преодолевая тем самым свои профессиональные затруднения. Следующий термин, который тоже активно вводится в связи с наставничеством, это куратор. Кто такой куратор? Куратор – это сотрудник образовательной организации, учреждений, числа ее социальных партнеров, может быть, да, это может быть школа, вуз, ну и другое образовательное учреждение, которое отвечает за реализацию персонализированных программ наставничества. само понятие наставничества, само понятие наставничества, что оно подразумевает, как мы его трактуем, как мы его понимаем, это форма обеспечения профессионального становления, развития, адаптации к квалификационному исполнению должностных обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется наставничество. А в профстандарте наставник у нас очень четко прописаны все трудовые функции. Далее, посмотрите, пожалуйста, форма наставничества это некий способ реализации системы наставничества через организацию работы наставнической пары, или это может быть наставническая группа, участники которой находятся в заданной ролевой ситуации, определяемой основной деятельностью и позицией участников. То есть форма наставничества, вот этих моделей взаимодействия, предлагается тоже большое количество, и мы тоже на этом остановимся. Ну и, конечно же, посмотрите, персонализированная программа наставничества, она должна быть, это краткосрочная программа от трех месяцев до одного года, которая включает описание форм и видов наставничества, участников наставнической деятельности, направления наставнической деятельности и перечень мероприятий, это очень важно, которые нацелены на устранение выявленных профессиональных затруднений, дефицитов наставляемого и на поддержку его сильных сторон. То есть есть у нас сильные стороны, которые мы поддерживаем, есть слабые стороны, которые наставник должен увидеть, сработать в этом направлении, сделать акценты. Ну и, наверное, здесь очень важно уметь вот выстроить вот этот диалог с наставляемым, чтобы наставляемый почувствовал уверенность в себе, чтобы вот эти слабые стороны стали сильными. Ну, остановимся, значит, на моделях, да. Моделей на самом деле очень много нам предлагается, они разные, педагог, педагог самая частотная, да, руководитель образовательной организации и педагог, работодатель и студент, педагог вуза или колледжа и молодой педагог образовательной организации. Это может быть учитель или ученик. То есть, например, здесь очень интересно, вот есть у нас такая форма реверсивное наставничество, да, когда наоборот здесь наставник, он может быть старше по возрасту, а наставляемый он младше по возрасту, но он компетентен и более опытен, например, в IT-технологиях, цифровых технологиях, и в этом случае может выстраиваться реверсивное наставничество, и более молодой может стать наставником, в данном случае, да, по цифровым каким-то технологиям, допустим. Вообще вопросы реверсивного наставничества очень глубоко и, так скажем, скрупулезно рассматриваются Уральским государственным педагогическим университетом, они тоже проводят вебинары, и у них очень много наработок в этой области. Я думаю, что можно это все в интернет-пространстве найти, тоже почитать, посмотреть, у них интересные, есть находки, интересные методические рекомендации. Вот, далее, давайте, значит, обратимся к слайду. Модель педагог-педагог, чем она интересна, да, какие здесь задачи, какие здесь цели выстраиваются, давай посмотрим. Значит, наставник, опытный педагог, наставляемый молодой педагог, вот так скажем, традиционно, да, который только-только пришел в образовательное учреждение. Цель наставничества – научно-методическое сопровождение деятельности молодого специалиста, повышение профессионального мастерства, формирование потребностей в постоянном саморазвитии, самосовершенствовании. Это вот очень важно. Это ключевые аспекты. Задачи, какие здесь ставятся – развивать интерес к методике построения организации результативного учебного процесса, а результаты, если мы говорим, например, о школе, то результаты нашего, так скажем, результативность нашего учебного процесса – это результаты работы наших учеников. Это то, что проявляется на оценочных процедурах, это ВПР, Всероссийские проверочные работы, ОГЭ, ЕГЭ, да, если мы дальше говорим. Вот, поэтому то, как они участвуют в мероприятиях, какие призовые места занимают в конкурсах, на конференциях и так далее. Вот это есть результативность. Есть еще задача следующая – способствовать формированию потребности заниматься анализом результатов своей профессиональной деятельности. То есть, когда я провожу самоанализ, или, как мы говорим, рефлексию, я выявляю то, что у меня получилось, что не получилось, над чем мне нужно еще работать. И задача – прививать интерес к педагогической деятельности в целях его закрепления в образовательной работе. То есть, именно закрепление образовательной организации того молодого педагога, который пришел и работает здесь первый год. выделяют разные абсолютно принципы системы наставничества педагогических работников. Вот, например, мы в своем положении очень четко прописали принципы системы наставничества. И на этом мне хотелось бы остановиться более подробно. Принцип. Конечно же, принцип научности. Он первый, он ключевой. Предполагает применение научно обоснованных методик и технологий в сфере наставничества педагогических работников. Но, уважаемые коллеги, мы все учились в образовательных учреждениях, это колледжи, это университеты. У нас был такой предмет, как педагогика. И мы обращаться, безусловно, должны к трудам тех корифеев отечественной педагогики, таких как Сухомлинский, Ушинский, Макаренко. И здесь этот ряд можно продолжать, потому что это фундаментальные, основные идеи. И когда мы владеем вот этой научной методикой, научными принципами, подходами к теории, конечно, научной и практикой, тогда, безусловно, вот этот процесс наставничества, он уже у нас будет соответствовать принципу научности. Я думаю, что все, наверное, многие из вас, хотя, да, многие из вас участвовали в педагогическом диктанте, который прошел в России 23 сентября. И вот там как раз-таки был предложен текст Константина Дмитриевича Ушинского. И те задачи, которые были вот на педагогическом диктанте, они как раз-таки касались методических аспектов, они касались читательской грамотности. Очень интересное было такое мероприятие. Я думаю, что кто-то из вас все равно в нем участвовал. Если не участвовали, тоже посмотрите, что предлагается для педагогического диктанта, какие идеи, какие тексты. Дальше. Следующий принцип, конечно же, системности, стратегической целостности. Он предполагает разработку и реализацию практик наставничества с максимальным охватом всех необходимых компонентов системы образования на федеральном, региональном, муниципальном уровне и, конечно же, на уровне образовательной организации. Конечно, принцип системности предполагает, что у нас есть дорожная карта, которой мы следуем. И, безусловно, эта дорожная карта отражает все те этапы, которые должен пройти наставник и наставляемый в своем взаимодействии. Следующий принцип, конечно же, принцип добровольности. Это очень важно. То есть мы добровольно включаемся в эту деятельность. И наставник должен добровольное желание изъявить. То есть я готова проанализировать, что я могу дать, могу ли я быть наставником, потому что, видите, это очень серьезно и ответственно. То есть достаточно ли у меня компетенции, достаточно ли у меня опыта для этой миссии. То есть эти вопросы мы, конечно, задаем. Следующий принцип, который я бы тоже назвала, я на слайд не вынесла, но озвучу. Принцип легитимности. Подразумевает соответствие деятельности по реализации программы наставничества законодательства Российской Федерации. Принцип обеспечения суверенных прав личности. Он предполагает приоритет интересов личности и личностного развития педагога в процессе его профессионального и социального развития. Это честность и открытость взаимоотношений, уважение к личности наставляемого и наставника. Это очень важно. Дальше, посмотрите. Следующий принцип, аксиология, да, аксиологический, подразумевает формирование у наставляемого и наставника ценностных отношений к профессиональной деятельности. Уважение к личности, государству, к окружающей среде, ну и, конечно, к общечеловеческим ценностям. На самом деле, когда формируется вот эта пара наставник-наставляемый, вот аксиологический аспект, вот эти духовно-нравственные ценности, да, аксиологические ценности, то, что аксиологические вот эти основы, они, наверное, первостепенны. Первостепенны. На этом происходит, наверное, ну вот такое установление, установление тесных связей, тесной коммуникации, понимания, да, того, как мы будем двигаться дальше. Принцип личной ответственности. Следующий принцип, он предполагает ответственное поведение всех субъектов наставнической деятельности, куратора, наставника, наставляемого, и, конечно же, внедрение практик наставничества к его результатам, к выбору коммуникативных стратегий, механизмов наставничества. Следующий принцип, принцип индивидуализации и персонализации наставничества направлен на сохранение индивидуальных приоритетов, создание для наставляемого индивидуальной траектории развития. И вот здесь можно говорить об индивидуальных образовательных маршрутах. Ну, а на этом мы еще подробно остановимся. Следующий принцип, принцип равенства. Он признает, что наставничество реализуется людьми, имеющими равный социальный статус педагога с соответствующей системой прав, обязанностей, ответственности, независимо от ролевой позиции в системе наставничества. Ну, вот такие ключевые принципы, на которых должны строиться вот такие вот отношения. Следующий момент. Поговорим немножечко о тех формах наставничества, моделях наставничества, которые могут быть реализованы именно в нашей педагогической среде, в образовательной среде. Потому что, если говорить о наставничестве более широко, да, на разных уровнях, то там эти формы и модели, они еще более широкие. Еще можно расширить этот спектр. Итак, коллеги, виртуальное или дистанционное наставничество. Раз у нас есть цифровые технологии, мы можем пользоваться этим ресурсом. Это дистанционная форма организации наставничества с использованием информационно-коммуникационных технологий, таких как видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, социальные сети и онлайн-сообщества, тематические интернет-порталы и многое другое, которые обеспечивают постоянное профессиональное творческое общение. Обмен опытом между наставником и наставляемым позволяет, конечно же, дистанционно сформировать пары наставников и привлечь профессионалов и сформировать банк данных наставников, сделать наставничество доступным для широкого круга лиц. Ну вот здесь можно, плюсы какие здесь, можно делиться своим опытом, транслировать его на другие муниципалитеты, на другие регионы, да, рефлексировать, показывать, что получилось, какие мероприятия вообще проводятся. То есть виртуально-дистанционное наставничество, как форма, она, в общем-то, сейчас достаточно актуальна. И возможностей здесь тоже очень много. Наставничество в группе. Это форма наставничества, когда один наставник взаимодействует с группой наставляемых одновременно, то есть от двух и более человек. Но здесь опять какие возможности у наставника, да, то есть скольких человек он сможет, вот, так скажем, ну, достаточно серьезно вести. Это может быть два человека, может быть три, может быть четыре или пять. Главное, чтобы он справлялся со своей миссией. Вот. Но опять же, у каждого, наверное, будут свои дефициты, и здесь траектория так или иначе будет индивидуальной, да. А может быть мы объединим в группу как раз-таки тех наставляемых, это будет удобно, у которых один дефицит. И мы прорабатываем именно это направление. Ну, допустим, в дошкольном заведении вот эти наставляемые, у них очень сложно идет там, складывается диалог с родителями, да. Вопросы конфликтологии, там, медиации, какие-то аспекты, связанные с построением, с налаживанием коммуникации, с механизмами коммуникации. Тогда наставник прорабатывает с этой группой, которая, допустим, испытывает вот такие трудности, именно это направление. Тогда это будет целесообразно. Следующее. Краткосрочное или целеполагающее наставничество. Следующая форма. Наставник и наставляемые встречаются по заранее установленному графику для постановки конкретных целей, которые ориентируются на определенные краткосрочные результаты. И здесь нормативный документ должен быть, конечно же, и наставляемый должен приложить, конечно, приложить определенные усилия, чтобы проявить себя в период между встречами и достичь постановных целей. То есть самостоятельная работа предполагается в том числе, и наставляемый в период между этими встречами должен прорабатывать какие-то определенные целевые установки. Реверсивное наставничество, о котором уже сегодня я сказала, его суть в следующем. Профессионал младшего возраста становится наставником опытного работника по вопросам, например, новых тенденций, новых технологий. Но здесь опять смотря какая сфера. Но если мы говорим о педагогической деятельности, то все-таки, если, например, педагог уже более старшего возраста, то, конечно, он с цифровыми технологиями так или иначе, наверное, не на «ты», а на «вы». А молодой специалист как раз-таки может ему в этом помочь. И вот те новые тенденции, те технологии, которые сейчас есть, их может младший по возрасту передать опытному педагогу. И опытный педагог становится в этом случае уже наставником молодого педагога в вопросах методики, организации учебного строительного процесса. То есть это действительно дорога к двусторонним движениям. То есть и наставник что-то дает наставляемому, и наставляемое что-то дает наставнику. Безусловно. Ну здесь помимо, наверное, профессиональной компетенции, здесь еще и эмоциональные аспекты, человеческий фактор. То есть здесь много чего мы друг от друга можем получить в наш век вот такой вот стремительной коммуникации, как мы говорим, профессионального одиночества. Вот есть такой сейчас термин «профессиональное одиночество». И чтобы не быть профессионально одиноким, замечательно, что у нас есть и будут с нами работать наставники. Дальше, посмотрите, есть ситуативное наставничество. Наставник оказывает помощь или консультацию всякий раз, когда наставляемый нуждается в ней. То есть роль наставника состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование на ту или иную ситуацию. значимое для его наставляемого или подопечного. То есть он моментально реагирует. Скоростное наставничество есть. Это однократная встреча наставляемого или наставляемых, если это группа с наставником, более высокого уровня, каким-то профессионалом, компетентным лицом, с целью построения взаимоотношений с другими работниками, объединенными общими проблемами и интересами или обменом опыта. Такие встречи, конечно, помогают формулировать и устанавливать цели индивидуального развития, карьерного роста на основе информации, полученной из авторитетных источников, обмениваться мнениями и личным опытом, а также, конечно, наладить отношения наставник наставляемый, то есть равный равному в данном случае. Традиционная форма наставничества один на один – это взаимодействие между более опытным и начинающим работником в течение определенного продолжительного времени. Обычно проводится отбор наставника, наставляемого по определенным критериям, то есть это опыт, это навыки, это личностные характеристики. Форма наставничества «Учитель-учитель» – это способ реализации целевой модели наставничества через организацию взаимодействия наставнической пары. Он сейчас более распространен, да, эта форма наставничества распространена, то есть «Учитель-профессионал» и «Учитель», вовлеченный в различные формы поддержки и сопровождения. И форма наставничества «Руководитель образовательной организации». И «Учитель» – вот такая может быть форма. Это способ реализации целевой модели наставничества через организацию взаимодействия наставнической пары, которая нацелена на совершенствование образовательного процесса и достижение желаемого результата руководителям образовательной организации посредством создания необходимых организационно-педагогических, кадровых, методических и психолого-педагогических условий и ресурсов. То есть это является важным условием. Следующий момент. Какими критериями, каким критериям должен соответствовать педагог-наставник? Критерии мы можем абсолютно здесь еще конкретизировать, дополнять. То есть они у нас, нельзя сказать, что это вот такие уже итоговые критерии. Тем не менее, педагоги, которые претендуют на категорию наставника, должны руководить практической подготовкой, например, студентов, колледжей и вузов, если это этот уровень. Быть наставниками для учителей, активно сопровождать их профессиональное развитие. Иметь, конечно же, педагогический опыт, педагогический стаж, опыт методической работы. Это приветствуется обязательно. Содействовать подготовке учителей, в том числе, из числа молодых специалистов к участию в конкурсах, педагогического мастерства, у Росконкурсов очень много. Сейчас вот проходит у нас конкурс «Учитель года» в Московской области. Может быть, вы тоже болеете за своих участников. Поэтому, конечно же, распространять авторские подходы, методические разработки в области наставничества в школе. Вообще, если наставник имеет публикации, методические рекомендации, то есть он уже свои наработки, свой опыт транслирует, распространяет на другие территории, печатается, делится этим, да, не только на каких-то, допустим, заседаниях методического совета, на педагогического совета, да, на этих заседаниях. Но и это все транслирует на всю Российскую Федерацию, это, конечно, замечательно. Поэтому наставник должен иметь мотивацию и желание, да, но требования к наставнику, они тоже достаточно высокие. Ну вот здесь еще какие очень важные моменты, я вот так постаралась схематично это показать. Допустим, вот у нас сформировалась пара, я наставник, у меня есть наставляемый, мы нашли, выявили, значит, точки соприкосновения и вот как мы работаем. Посмотрите, очень важен здесь диагностический аспект. То есть нужно все-таки продиагностировать, посмотреть, что еще западает, какие компетенции не сформированы, да. Ну вот, например, это могут быть предметные компетенции, нормативно-правовые основы образования, методические компетенции, психолого-педагогические или коммуникативные компетенции. То есть продиагностировали, посмотрели. И дальше у нас идет этап развивающий, да. Можно выстроить индивидуальный образовательный маршрут для наставляемого, то есть те цели, задачи, да, вот вы здесь видите, для его саморазвития. Ну и, конечно, здесь важен аналитический, да, уровень. То есть через диагностические задания, проектирование индивидуальной траектории профессионального развития педагога, да, как мы говорим, ИОН, такая аббревиатура используется. Мы работаем над теми компетенциями, которые еще недостаточно развиты, над теми дефицитами, которые есть у молодого педагога. И затем представляем опыт через участие в конкурсах, профессионального мастерства, конференциях, да, в различных мероприятиях. То есть когда у наставляемого уже видны вот эти результаты, видны результаты, они очевидны, виден профессиональный рост, и он остался в профессии. Ну, в общем-то, это заслуга, это работа уже наставника, и она уже, так скажем, измерима, она достижима. Вот. Еще схематично вот такие стратегии конструктивного, профессионального развития педагога тоже хочется отметить. Посмотрите, коллеги, взаимодействие как механизм методического сопровождения участников конкурсных мероприятий, да. Допустим, у нас молодой педагог участвует, да, мы его готовим, мы его сопровождаем в каких-то конкурсах. Посмотрите, ну, здесь что можно выделить? Выявление педагогов, потенциальных участников конкурсов, проектирование индивидуально-образовательного маршрута или траектории. Трека подготовки педагога к участию в конкурсе. Установочные практик, ориентированные семинары, консультации, вебинары мы проводим, безусловно, мы общаемся, мы выстраиваем коммуникацию. Дальше, следующий этап, публичная апробация участниками конкурсов собственного опыта в рамках методических мероприятий в образовательном учреждении на муниципальном, региональном уровне. Вообще, когда мы готовим кого-то к конкурсу, если это конкурс для молодого педагога, это замечательно, и так должно быть, должна работать команда того образовательного учреждения, которое готовит этого педагога. Когда мы вместе что-то проектируем, создаем, подсказываем, да, в методическом плане, когда мы отсматриваем материал, когда мы слушаем этого участника, даем советы конструктивные, тогда, конечно, результат будет соответствующим. То есть несколько наставников может работать, да, потому что вот этот взгляд, командный взгляд, он очень важен, он очень ценен для молодого педагога. Выявление индивидуальных затруднений в подготовке, например, к конкурсу, да. Ну и, конечно же, здесь можно выделить, что групповые и индивидуальные практики, анализ результативности, продуктивности профессиональной деятельности участников конкурса, рефлексия, обобщение, систематизация опыта, это обязательно. Визуализация созданных методических продуктов. Вот, то есть этапов очень много. Но самое главное, мы должны наблюдать профессиональный рост, повышение профессионального статуса педагогического работника. Мы должны видеть желание молодого педагога работать, его желание остаться в профессии. Вот, сейчас давайте. Следующий момент. Вот мы тоже в Тюменской области на августовском форуме у нас был целый день посвященный в том числе и вот направлению наставничества, это прорабатывалось, механизмом взаимодействия и так далее. И вот мы обсуждали, какие же общие, наиболее острые проблемы наставничества вот на данный момент сейчас, да, вот на таком еще вхождении в это непростое ответственное дело перед нами стоят. И вот обсуждая такие вопросы, да, что мы выявили, какие острые проблемы наставничества существуют. Может быть, они ну являются такими универсальными, наверное, и в вашем регионе есть такие проблемы. Вот среди них следующие. Проблема координации деятельности наставников, выражающиеся в отсутствии общей региональной базы данных наставников и лучших практик наставничества системы работы. То есть, посмотрите, пока, наверное, мы будем еще нарабатывать эту базу наставников, лучшие региональные практики, да, то есть это все еще нам предстоит сделать. Что еще выделено среди проблем остро стоящих, да, в этой области? Это слабые мотивационные механизмы, что проявляется в отсутствии единого механизма финансового стимулирования наставника и отсутствия конкурентной среды. То есть, как мотивировать, да, да, мотивация наставничества. Во-первых, это личностная мотивация. То есть, я хочу быть наставником, потому что мне есть что передать, потому что я хочу помочь молодому педагогу, потому что я получу от этого какой-то тоже заряд энергии, эмоций, да, и я увижу результат. Но это такая личностная мотивация, это первое. Дальше, отвечая на вопрос, тоже в чате, в том числе и комментирую вторую позицию. Мотивационные механизмы, они должны быть на уровне образовательной организации. Должна быть создана нормативная база, разработана, должны быть разработаны локальные акты, опираясь на профстандарт, да, в том числе. То есть, должно быть поощрение наставников. Но это все решается на уровне образовательной организации, на уровне муниципалитета, на уровне региона. Вот когда профстандарт уже вступит в силу, я думаю, что и материально это будет более четко регламентировано, уважаемые коллеги. Мы это ждем. Обещали вот уже к концу этого года все четко прописать. Но однозначно, если вы являетесь наставником, руководство ваше образовательной организации, оно должно вас мотивировать и стимулировать. Следующее, это пока проблемные, острые зоны, да, они пока у нас есть. Отсутствие единого нормативного правового поля, определяющего единые критерии отбора наставников и оценки их деятельности. Дальше. Нехватка профессиональных, компетентных кадров. То есть, например, я работаю в сельской местности, я хочу быть наставляемым, мне нужен наставник. Допустим, я, ну, например, я учитель физики, а здесь больше физиков-то и нет, я один здесь. Как мне быть? Тогда нужно взять наставником, да, на себе человека из другого, может быть, муниципалитета, из другого региона или из другого там детского сада, из другой школы. Почему нет? Об этом тоже нужно думать и в нормативно-правовой базе это прописывать. То есть, нам нужны компетентные профессиональные кадры, которые могут реально осуществлять деятельность наставника. Дальше выделяется такой формальный подход к назначению наставников, но это чревато. Когда мы формально подходим к делу, у нас результаты будут, ну, наверное, уже понятно какие, да, это такой риторический вопрос, они будут формальными. Это дополнительная нагрузка наставников, профессиональное выгорание. То есть, посмотрите, если ты выполняешь функцию наставника, а может быть, у тебя еще несколько наставляемых, то тогда нагрузка, она должна тоже варьироваться, да, должна быть такой большой, потому что туда твой функционал входит и это, и это тоже должно быть регламентировано документом. Меньше нагрузки, но зато я занимаюсь наставничеством и дает это все свои результаты, свои плоды. Далее. Отсутствие межведомственного взаимодействия в сфере наставничества. Когда мы все вместе командой работаем, тогда, конечно, механизмы, когда они отработаны, вот результаты тоже будут высокими. Отток молодых специалистов в первый год работы в школе, я бы сказала, вообще в образовательных учреждениях. Потому что, ну, вспомните себя, и я вспоминаю себя, первый год, даже первые три года, очень сложно работать в нашей педагогической профессии, потому что еще многого не знаешь, что-то не получается, очень сложно. И когда нет человека, который тебя ведет, который тебе помогает, который приходит к тебе на занятия, который подсказывает, но действительно возникает желание уйти, да, из образовательного учреждения. Вот. Дальше. Неэффективные способы наставнического сопровождения. То есть, опять-таки, методика сопровождения, она, наверное, должна черпаться из того опыта, который мы уже имеем. Поэтому здесь нужно все-таки посмотреть опыт других регионов, побывать на таких вебинарах, конференциях, да, может быть, на обучающих каких-то стажировочных площадках. И вообще почитать статьи на эту тему. И, может быть, что-то применить по отношению к себе, да, то есть, что можно реализовать в нашей образовательной организации, как это можно применить. Вот. Поэтому эффективные способы можно заимствовать, так скажем, у тех, кто более успешен в этом направлении. Но, например, если говорить о Тюменской области, у нас, допустим, есть такой свой тоже уникальный проект, факультет педагогических профессий. Он у нас стартовал еще в прошлом году, и в этом году мы продолжаем работу в этом направлении. Проект очень интересный. Мы сопровождаем начинающих учителей, которые работают первый год в образовательной организации. То есть вот они закончили колледж, институт или университет, и дальше они работают в образовательном учреждении, да, и мы их сопровождаем. У нас написана очень интересная программа, привлечены различные абсолютно педагоги, именно педагоги с большим опытом, с большим стажем. Все это происходит на разных площадках. Мы целый день, допустим, погружаем в какой-то определенный, да, у нас проблематика, тематика, допустим, где-то это происходит на базе института педагоги психологии, мы работаем над инклюзией целый день, где-то мы работаем над обновленным голосом, где-то мы говорим о предметном содержании, о том, как готовить к олимпиадам, ну и так далее. То есть абсолютно разные направления и работа с родителями, работа с детьми. И проект очень интересный, который нравится нашим выпускникам факультета педагогических профессий. Вот в этом году уже опять мы второй выпуск набрали, да, то есть мы будем целый год вести, вот с сентября это все стартует и выпускаем мы их в мае. То есть создается определенный продукт, в общем-то здесь все субъекты нашего региона задействованы, профсоюзы задействованы. И результаты мы видим. Директора школ, директора образовательных учреждений говорят о том, что эффект от этого проекта есть. Ну и мы надеемся в дальнейшем, конечно, транслировать на другие регионы. Коллеги, тема действительно очень интересная, очень актуальная. И если вы чувствуете в себе силы и хотите быть наставником, я вам желаю в этом удачи и успехов. Но сначала почитайте все-таки профессиональный стандарт, там очень четко все прописано. И если все это регламентируется в вашем образовательном учреждении, то в общем-то результаты будут прекрасны. Потому что должна быть преемственность поколений. Педагог-наставник это именно об этом. Это те кадры, которые мы подготовим, которые мы оставим после себя. Кому мы доверим наших детей, кому мы доверим наше будущее. Вот это очень важно. Нет. Вот я вижу здесь вопрос. Нет. Вот, например, посмотрите, ни в коем случае, никакой пенсии. Стажисты должны наоборот включаться в это. Это прекрасная возможность передавать свой колоссальный опыт. И даже педагоги-ветераны, они могут и должны передавать свой опыт. Это очень и очень важно. Коллеги. Я даже вспоминаю себя, когда я пришла работать в университет, мне дали с первого по пятый курс. Я благодарна судьбе, что у меня были прекрасные наставники, которые это опытные пожилые педагоги, профессора, которые приходили ко мне на занятия, смотрели, как я читаю лекции, подсказывали, учили составлять конспект. Я к ним ходила на занятия. То есть методические подходы какие-то давали. Поэтому здесь у нас должен быть такой единый взгляд на это. И именно взаимодействие, диалог, потому что очень важно, чтобы в коллективе вот такая, знаете, была очень позитивная, здоровая атмосфера. Мы друг другу подавали руку, помогали. Тогда и на работу будет желание идти не только у молодых, но и у нас, потому что мы же тоже от молодых подпитываемся. Они нам тоже многое дают. На этом я бы хотела завершить наш с вами разговор. Ну здесь вот я вижу разные комментарии. Так, ну вот я вижу. Значит, посмотрите, коллеги, начните все-таки с изучения проекта профстандарта. Это первое. Дальше профстандарт будет утвержден. Отсюда мы идем. Дальше нужно сделать положение о наставничестве, которое будет закреплено и утверждено органом власти, которое есть у вас в регионе. Вот. Так. Ну вот, вы пишете, молодые специалисты не хотят идти работать в образовании. Почему? Потому что есть сложности, есть трудности, а мы должны сделать так, чтобы они хотели туда идти и хотели там оставаться. Но вот у нас, например, в прошлом году мы сопровождали 282. У нас было молодых педагогов, которые первый год работают, и только 15 не захотели остаться в образовательном учреждении. Все остальные остались. Поэтому все-таки нужно думать о том, как вырабатывать стратегии, тактики. Вот. И тем не менее, ну вот думать над этим и воплощать это в жизни. Вопросов много, это замечательно. Комментариев много. Спасибо большое. Вот. И я вас поздравляю с наступающим Днем Учителя. Всех благ вам. И пусть ваша миссия либо наставляемого, либо наставника сложится очень удачно. Всего доброго. До свидания, уважаемые коллеги. Продолжение следует...